МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск Каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Максим Бажанов. Смотрите сегодня в программе. Левые повороты. Совсем не левые. Поворот налево запретили с улиц Ватутина, Пархоменко и Баумана. А на улице Репина расширяют дорогу. Теперь пробка растягивается не до остановки Циолковского, а гораздо дальше. Репина в пробках. Что мешает жить? Собственная лень. Потому что, ну, что-то, как говорится, сделать для города иногда бывает, как говорится, неохота. Ульяновцы о себе откровенно и взвешенно. Звени, звонок, звени. Я его представляла себе немножко по-другому, как и все выпускники. Но надо идти дальше. Время не ждет. Ушли из школы, из дома. Налево запрещено. В микрорайоне Репина улучшает транспортную доступность, расширяет дорогу и запретили поворот налево с улиц Ватутина, Пархоменко и Баумана. По плану разгрузить поток машин, однако ситуация только ухудшилась. С подробностями Марина Тимофеева. Поворот налево запретили. Удобно? Когда запретили? Знак висит вот недавно. Значит, направо повернем. Репина в полуосадном положении. Говорят, недовольные изменениями в дорожной схеме молодого микрорайона. В администрации города уверены, это решение разгрузит интенсивный поток машин. Поворот налево запретили с улиц Ватутина, Пархоменко и Баумана, а на улице Репина расширяют дорогу. Теперь пробка растягивается не до остановки Циолковского, а гораздо дальше. Ремонт придется потерпеть. К нему у местных жителей практически нет претензий. Расширение дороги напрашивалось годами. Устроенный пару лет назад второй выезд на объездную у поворота на Дачной особой популярностью не пользуется. Главной дорогой жизни для всего 30-тысячного массива – улица Репина. Здесь всегда утром пробочки, час пик, всегда пробки. Конечно, здесь чуть расширять надо дорожку. А с запретом налево еще будет хуже или нет? Я думаю, да. Видите уже, какая пробочка сзади, да? Особенно час пик. Теперь, чтобы развернуться, придется проехать примерно полкилометра в одну сторону, еще столько же в обратную. Новые знаки показывают реальное положение дел. Треть водителей на них просто не смотрит. Треть обращает внимание и исполняет их предписание. Оставшимся знак не писан. В настоящий момент специалистами нашего учреждения разработана новая программа режима работы светофора, в которой предусмотрено увеличение времени горения зеленого сигнала светофора. В утренний час пик при выезде с улицы Репина и в вечерний час пик, когда люди будут возвращаться назад, это будет гореть большее время по проспекту Нариманово в прямом направлении и левая стрелка для поворота на улицу Репина. Новая схема движения по новой дороге напрашивается сама собой. Пока же ремонт вместе с отменой поворотов доводит и так непростую ситуацию до крайне сложной. Я вот подготовил письмо на имя Сергея Сергеевича Панчина с обращением от инициативной группы жителей, где мы просим приостановить действия этих знаков до окончания работ по расширению улицы Репина. Город, судя по всему, отложил в долгий ящик громко разрекламированный проект по обустройству автомобильного кольца у Парка Победы. Расширение дороги частично разгрузит потоки в обе стороны. Помогут ли ситуации отмененные повороты или наоборот навредят, будет ясно по окончанию ремонта. Он намечен на 2 июля. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Рюмочный бой. В России с 5 мая вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в заведениях, расположенных на первых этажах жилых домов, площадью менее 20 квадратных метров. В давнем противостоянии жителей и рюмочных наметился серьезный перевес в пользу первых. К чему это привело, расскажет мой коллега Павел Петриков. Жилой дом, дворик, детская площадка, мама с колясками, снующая вокруг детвора и толпа людей под шафе, выходящие из того же здания. Вокруг маты летящие бутылки. Сегодня это обыденность для жителей многих домов, на первых этажах которых расположились так называемые наливайки. При мне парень выходит, я не буду говорить, я знаю кто, с нашего дома парень выходит, выталкивает мужчину со всего маку, с крыльца. Я швырнула, он аж бедный на голову, это упал, я говорю, захожу в магазин, я говорю, девчонки, я говорю, у вас там мужчина валяется, вызывайте скорую. Сплошной дебош и криминал. Подобные заведения давно притягивают не просто тихих любителей выпить. Сюда стягиваются сомнительные личности со всей округи. Остановить безобразие вызвались народные избранники. Сейчас проводится работа по определению технических параметров, которые бы могли препятствовать существованию вот таких сложных и вызывающих недовольство жителей, рюмочных, скажем так. Как правило, в таких заведениях отсутствует туалет. Посетители справляют нужду, как придется. Полиция вопрос о гигиене решать неуполномоченно, поэтому решают кардинально. Гуха нет, не открывают. Пару дней назад мой коллега уже пытался прорваться в это заведение, дабы получить комментарий от руководителей, но также безуспешно. В России с 5 мая вступил закон, запрещающий продажу алкоголя в заведениях, расположенных на первых этажах жилых домов, площадью менее 20 квадратных метров. Документ возвращает право регионам регулировать процесс работы наливаек и рюмочных в многоквартирных домах. Народные избранники совместно с жителями за ужесточение правил. Слава богу, сейчас закон уже будет приниматься на законодательном уровне, чтобы не больше 50 метров, вернее, не меньше 50 метров было в этом заведении, как бы метраж такой, чтобы туалеты были и прочее, то есть приводим в соответствие. Это данное заведение не подходит. Мини-маркеты на первых этажах многим нравятся, это удобно, но наливайки почти у всех вызывают резкий негатив. Ужесточение законодательства поможет отделить первое от второго. У них в зале там, во-первых, столиков всего два, поставлены нарды, ни закуски, ничего, только фикция, микроволновка есть. А алкаши приходят только лишь бы на грудь им принять 100 грамм, а закуски им не надо. Выходят оттуда полумертвые, падают много раз. Пока в России решают, с 18 или с 21 можно продавать алкоголь, проблема стоит куда серьезнее. Наконец-то очистить дворы от любителей горячительного и избавить жителей домов от таких надоевших, но так плотно засевших на первых этажах зданий, рюмочных. Павел Петриков, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Пандемия не заставила россиян унывать. Специалисты ЦИОМ рассчитали индекс счастья на фоне коронавируса. 81% счастливы в той или иной степени. Самая популярная причина – семья и дети. Каждого четвертого в счастливом состоянии поддерживает собственное хорошее самочувствие и здоровье близких. Приносит счастье хорошая работа и хорошее материальное положение. А вот материальные трудности – повод для несчастья 11% опрошенных. В уныние приводит и плохое состояние дел в стране, отсутствие стабильности, а также безработица и плохое состояние здоровья. Что мешает жить лучше ульяновцы, рассказали в нашей традиционной рубрике «Глаз народа». Что нам мешает жить лучше? Не знаю. Лень русская. Пожалуй, отсутствие социальной направленности у власти, ее действия за последние 20 лет. Собственная лень. Потому что, ну, что-то, как говорится, сделать для города иногда бывает, как говорится, неохота. Да мы и так нормально живем. Что еще требуется? Неголодный, одетый, сытый. Что еще требует человеку? Я не знаю. Ничего не мешает абсолютно. Как говорил Козьма Прудков, хочешь быть счастливым, будь им. Работать надо, тогда лучше, значит, все будут жить. Понятия не имею, хотя столько лет прожила. Я думаю, еще, знаете, неуверенность в завтрашнем дне и неуверенность в самих себе. То есть в своих возможностях. Вот это еще мешает. Нет, вроде ничего не мешает. Ничего не мешает. Наверное, мы сами. Сами должны улучшать свою жизнь, стараться соблюдать законы. Смотря от какого слова лучше надо. Вот это главное. А не от того, что лучше. Лучше, знаешь, вот в золоте катается. И все равно плохо. Ну, а мне, например, лучше, я прекрасно живу. Поэтому мне лучше и не надо. Здоровье не купишь, но денег на здоровье нужно изрядно. Мостовая Слобода обзавелась своим пунктом здоровья. 267 тысяч рублей на это выделил Центр президентских грантов. Еще 45,5 получены по программе софинансирования. Отныне на мостовой разговоры о спорте и здоровом образе жизни ведутся под руководством опытного специалиста и тут же апробируются в оборудованном зале. Близко, доступно и под четким контролем профессионалов. Пункт здоровья «Мостовая Слобода» – это одновременно фаб, спортивный зал и творческий клуб по интересам. Площадка небольшая, но многофункциональная. Здесь проводятся групповые занятия спортом. И вот там, если посмотреть, стоит тренажер, можно на них тоже позаниматься. Проводятся занятия йогой и даже можно сходить на массаж. И что самое главное, все это абсолютно бесплатно. Здесь особенно ждут инвалидов и пенсионеров. Для них созданы все условия, как для комфортного занятия спортом, так и для проведения полноценной физиотерапии. Для остальных двери пункта здоровья также открыты, но в специально отведенное время. Заниматься могут все категории граждан. Мы не против, мы только за, чтобы и молодежь ходили, чем они где-то будут по углам. Но конкретно услуги мы оказываем только пенсионерам, либо инвалидам. Спектр услуг эксклюзивен. Помимо адаптивной физкультуры и аппаратного массажа, здесь можно получить юридическую и психологическую помощь. Я постоянно занимаюсь, мне это очень нравится. Стимул вообще огромен. Я себя чувствую хорошо в плане здоровья, в плане веса, в плане вообще... Вот вы знаете, самочувствие совершенно другое. Ощущение самое-самое лучшее, потому что начала ходить с самого начала. Первое, что я посвящала, это йога. Конечно, для меня, для нашего возраста, все равно мы как бы стоим и не двигаемся уже, когда выходим на пенсию. А йога, она дает то, что мы себя ощущаем намного лучше. В скором времени откроется еще один корпус. Сегодня помещение подготавливается, ведутся ремонтные работы. Ныне имеющийся пункт переформатируют для проведения культурных мероприятий. Все остальные услуги переедут в новое помещение. Такое разделение позволит увеличить количество и время оказываемых услуг. Максим Бажанов, Геннадий Бухтояров, репортер 73. ЕГЭ по всей стране стартует 29 июня, а зачисление вуза начнется во второй половине августа. Призыв на военную службу для выпускников 2020-го отложен. В училище и колледже примут без единого государственного. При наличии аттестата. Но это все позже, а сегодня для тысяч ульяновских одиннадцатиклассников звенит долгожданный и последний звонок онлайн. Татьяна Домоданова продолжит. Последние штрихи к подключению на программу. Сценарий все здесь. Центр управления последним звонком онлайн. За космическим названием «Пандемические реалии». Региональное образование продолжается в удаленном режиме. 2020-й дарит статус выпускника пяти с половиной тысячам юных ульяновцев. 79-ю гимназию покидает 51 человек. Они у нас очень эрудированные. И тому доказательство в канун последнего звонка мы участвовали во втором всероссийском конкурсе тысячи лучших школ на портале и заняли второе место. В коридорах и на пришкольной территории пусто, но метка памяти вот она. Зеленая, трогательная. Дебютный образец недавно заложенной аллеи выпускников. Помните эти актовые школьные залы? Огромные ведра, в которых цветочное великолепие. В этом году понятно, что всего этого мы лишены, но никто не помешает все-таки вручить цветы любимым учителям. И родительское сообщество придумало вот такую фишку доставку цветов на дом. Вот за этой дверью живет педагог с большой буквы. Татьяна Алексеевна. Для Татьяны Чебановой события вдвойне. Выпускаются многочисленные ученики и единственная дочь. Я его представляла себе немножко по-другому, как и все выпускники. Но надо идти дальше. Время не ждет. Саша, это в честь твоего окончания школы. Вот такой замечательный классик я испекла. Ты рада? Спасибо. Помимо сладкого, есть и другие бонусы. Вузы страны открывают дополнительные бюджетные места с расчетом. Не менее 60% выпускников должны учиться бесплатно. В среднеспециальные заведения примут без ЕГЭ, по итоговым оценкам. Александра Чебанова продолжит обучение в авиационном колледже, дистанционном. Гимназистка Марина Умурзакова мечтает о поступлении в юридическую академию. И независимо от стремлений и чаяний, всех сегодня роднит одно – последний звенит для них с мониторов компьютеров. Переживаем, как ни крути, все-таки тревожно, прощаемся со школой, с родной, печально становится на душе. Хотелось бы сегодня там быть, в школе? Ну да, конечно, хотелось бы все-таки в атмосферу, в настоящую погрузиться, но, к сожалению, в этом году у нас не получилось этого сделать. Ни пуха, ни пера нашим ребятам. Будут проблемные какие-то ситуации, но помните, мы всегда рядышком протянем руку помощи, поддержим и подскажем, как быть. Обычно выпускники школы очень стараются сделать так, чтобы их последний звонок навсегда запомнился. Им самим, да и всем окружающим в том числе. Что ж, последнему звонку 2020 года, еще до того, как он прозвенел, безусловно, это удается, как никому другому. Все будут помнить. Я бы хотел обратить последний звонок. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Выпускные в России могут состояться в обычном формате. Надежду на это выразил министр просвещения России Сергей Кравцов. При этом онлайн-версия тоже прорабатывается. Не отвергается даже возможность начать следующий учебный год у мониторов компьютеров и с гаджетами в руках. В Ульяновске заявили, что потенциально готовы к этому. Не отстают и районы области. Причем не только по школьной программе. Например, в Индинском районе продолжает расширять сеть точек роста. В 2020 году в рамках конкурсного отбора современные школы две общеобразовательные организации Индинского района. Это Глотовская средняя школа и Осикинская средняя школа вошли в перечень образовательных организаций, расположенных в сельской местности Ульяновской области, по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей точка роста. То есть в нашем районе на протяжении всего этого летнего периода необходимо подготовить все необходимые условия для создания двух инновационных точек роста. Средства из бюджета муниципального образования района на это определены. Уже в настоящее время ведется большая работа по оформлению документов для того, чтобы приобретать именно оборудование для вот этих помещений. Мы очень-очень рады. Я прежде всего имею в виду общественность и ученики, и родительская общественность с тем, что у нас в нашем районе будет уже функционировать три точки роста. Безусловно, эти инновационные школы рассматриваются как центры, где этот опыт используется на благо всего района. Строятся храмы науки, возводятся детские сады. В 2020 году в Ульяновске появится три новых детсада и две школы. В Ишеевке свой проект «Два в одном». Объект начали строить два года назад. В июне 2020-го его обещают сдать. В здании в разгаре отделочной работы готовят к покраске класса, столовую, спортивный зал. Пустые школы в 2020-м норма, но в новой Ишеевской звонку только предстоит прозвучат в сентябре этого года. Грызть с гранит науки здесь могут 300 человек. В одном здании с ними в детском саду будут воспитываться 120 малышей. Учебный комплекс построили за два года, вложив в него более 400 миллионов рублей. Около двух лет жители рабочего поселка Ишеевка ждут новый детский сад и школу. Два учреждения в одном обещают сдать в эксплуатацию уже в июне 2020 года. Обучаться и воспитываться здесь смогут 420 детей. Для них предусмотрены новые современные классы, спортивные залы, бассейн, информационно-библиотечный центр. На сегодняшний день мы заканчиваем на следующей неделе благоустроительные работы. Полностью докладываем асфальт, высаживаем полностью все растения. Заканчиваются у нас отделочные работы на следующей неделе 100%. И начали завоз оборудования. Монтаж систем в пищеблоке, полностью котлов, холодильников и так далее. В новой лицее уже подано 200 заявлений от родителей. Педагогический состав почти набран. Учебная программа разработана. Работаю здесь недавно. И уже на протяжении месяца хочется побыстрее, чтобы школа открылась. Потому что у меня растет маленькая дочь. Она очень спрашивает, когда откроется школа, уже хочет пойти в первый класс. В учебном комплексе предусмотрен мягкий переход из дошкольного в начальное общее образование, затем в основное и среднее общее. Для учащихся доступен большой спектр услуг дополнительного профессионального образования. Школа будет современная. Сегодня обсудили с губернатором развитие и образование. И в целом поселка Ишеевка. Это и коммуникация парков вдохновения, и учебного заведения, и детской и юношеской спортивной школы. Привести в порядок хотят не только сферу образования и шеевки. В скором времени начнется строительство спортивных объектов и активное развитие парков вдохновения. Отремонтируют дороги и построят тротуары для пешеходов. Маргарита Мутишинская, Геннадий Бухтояров, репортер 73. В Ульяновской области Ураза Байрам отметили в режиме онлайн. Это праздник, пробуждающий мусульман к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. К областному Ифтару в регионе организована благотворительная акция. К проекту присоединились представители бизнес-сообщества в муниципальных образованиях региона. В связи с введенными ограничениями из-за пандемии коронавируса впервые Ураза Байрам прошел онлайн. Но это не умолило его огромного значения. Сергей Морозов поздравил мусульман региона и призвал соблюдать все медицинские предписания. Мусульманская община Ульяновской области принимает активное участие в жизни региона, поддержание гражданского мира и согласие между людьми. Уделяет неизменное внимание вопросам сбережения института семьи и семейных ценностей, благотворительности и просвещения. Сегодня мы уже видим, что ситуация в стране и в мире меняется. Поэтому совсем скоро наши божьи храмы будут открыты и прихожане верующие нашего региона вновь начнут посещать божьи храмы и будут молиться. Более трех с половиной тысяч продуктовых наборов роздано малымущим семьям, ветеранам и инвалидам. В итоге оказалось, что даже волонтеры не пригодились, потому что все люди просто отозвались. Вот хазраты, кто занимался этим вопросом, просто прихожане приходили, кто на такси работает, кто просто пешком. И сами приняли участие в разнесении, доведении, донесении всех этих продуктовых наборов до непосредственно нуждающихся людей. Активные части о благотворительном проекте приняли Меликесский район и Димитровград. Предприниматели Николаевского, Новоспасского и других районов также отозвались и присоединились к большому доброму делу. Любители высокого и прекрасного, а также книголюбы ликуют. В Ульяновской области музеи, библиотеки и государственные архивы вновь готовы принимать гостей. Естественно, при строгом соблюдении санитарных норм. Подробно о формате работы объектов культуры в следующем материале. Прикоснуться к искусству сегодня можно, но в маске и перчатках. Это обязательное требование для посетителей. Если забыли средства индивидуальной защиты дома, не беда, выдадут. Другие требования уже классика. Обязательная обработка рук антисептиком и термометрия. Групповые посещения запрещены. Наш музей небольшой, он обладает небольшими площадями. Поэтому в каждом зале единовременно может присутствовать один-два человека, не более. Библиотеки сегодня работают на вынос. Читальные залы временно не функционируют. Доступ в фонды библиотек закрыт. Книгу можно получить только через библиотекаря. Соблюдение санитарных норм также обязательно. Библиотека принимает читателей без признаков респираторных заболеваний и по предварительной записи. То есть по телефону отдела, в котором читатель обслуживается, он может позвонить, записаться. С интервалом в 20 минут мы записываем читателей ежедневно. Возврат книги в библиотеку в сегодняшних реалиях тоже непростая процедура. Литература проходит карантинный контроль. Книга обрабатывается, отлеживается и только после этого выдается вновь. Благо популярные книги почти в каждой библиотеке присутствуют в нескольких экземплярах. По данным ВОЗ, вирус может храниться до пяти дней на страницах книги и на самой ее обложке. А потому после возврата книги от читателей они склонируются вот в такие специальные коробочки. На каждый день заводится своя. Здесь пишется дата принятия книги и дата, когда можно будет ее выставить обратно на полку. Возобновил свою работу и государственный архив, но не полностью. Пока ограничиваясь личным приемом граждан. Сегодня каждый желающий может по предварительной записи прийти лично и подать заявление на доступ к историческим документам. Это только первый этап. Второй – доступ в читальный зал. С 1 июня предполагается возобновление пользователей в читальном зале. Также для работы пользователей в читальном зале будут использоваться гигиенические маски, мера социального дистанцирования. Два месяца самоизоляции даются людям непросто. Однако уже сегодня есть первая отдушина. Общение с искусством и чтение книг – несомненно, то самое необходимое, что может вернуть человека в гармонию. Международный день пропавших детей. В нашей стране особая роль в поиске у добровольных объединений неравнодушных людей. Сошедшиеся вместе спонтанно в начале 2010-х, сегодня это оснащенные современным оборудованием отряды. Квадрокоптеры, джипы, катера, навигаторы. Но главная сила этих отрядов, конечно же, люди. Отстал от родителей в торговом центре, убежал в соседний двор погулять, остался ночевать у друга и не позвонил. Причин, почему дети пропадают – сотни. Главное, по-прежнему, невнимательность родителей. Летом количество пропавших детей увеличивается в разы. Страшные цифры статистики. Ежегодно в России пропадает 15 тысяч детей. Только в этом году в поисковый отряд «Лиза-Алерт» обратились 1717 семей с просьбой найти их ребенка. 1524 малыша нашли. В Ульяновске в прошлом году к «Лиза-Алерт» региональному отделению обратилось 26 родителей, 26 детей. Удалось найти. В этом году в числе пропавших числилось 11. Все они найдены живыми. С 2010 года к поиску пропавших детей присоединился добровольческий отряд «Лиза-Алерт». Сегодня в регионе основной состав насчитывает 108 человек. Еще 250 получают оповещения и помогают отряду, если есть возможность. Во время самоизоляции работа стала сложнее. Необходимо придерживаться профилактических мер, таких как маски, перчатки, антисептики. К тому же поисковики вынуждены разбиваться на неменяющиеся двойки и тройки. Если один из двойки не может выйти на поиск, то второй тоже остается дома. А значит, количество волонтеров, задействованных на поисках, уменьшается. Пока мы занимаемся подготовкой к поиску, в это время вы прозвоните одноклассников, одну группу друзей, узнаете у родителей этих ребят, нет ли вашего ребенка вместе с ними случайно. Пройдите по ближайшему двору, посмотрите, проверьте. Ребенок бывает в любом случае, и это к счастью, что детей находятся в большинстве своем за считанные минуты, а то и часы редко. Но бывают затяжные поиски. Подготовка к поиску занимает не больше часа. Заявки добровольцам приходят круглосуточно. Из 170 в прошлом году 26 пришлось на детей. Не ожидала вообще. Я вообще шла и прямо даже удивлялась. Думаю, почему так много пропадает у нас детей. Вообще странно. Всех жалко. Хотелось бы, если помощь нужна, найти, помочь. Сегодня в Международный день пропавших детей по традиции стартовал флешмоб. Чужих детей не бывает. На центральных улицах города появились инсталляции в память о пропавших детях России. Люди реагируют, отмечают своим взглядом, поведением, останавливаются, вчитываются в информацию. И очень хочется верить, что таким образом мы помогаем в формировании каких-то взглядов и вообще в формировании такой проблемы, и чтобы молодежь не была равнодушна к такой проблеме. Чаще всего дети уходят от чего-то неприятного, неправильного или опасного из-за конфликта с родителями, непростых взаимоотношений со сверстниками и тому подобного. Бывают и так называемые потеряшки. Пропали во время прогулки или по дороге из школы. Главное помнить успех в поиске, действовать без промедлений, звонить в полицию, поисковикам, а потом отправляться на поиски самостоятельно. Екатерина Терещенкова, Юрий Давыдов, репортер 73. Планируйте свое путешествие заранее с новым прямым рейсом S7 Airlines в Москву. Дома вкусно, как в ресторане. Антресоль Гонза радует своих гостей яркими вкусами грузинских блюд с сочными бургерами и стейками. Заказ можно оформить на сайте другие-рестораны.ру, а также по телефону плюс семь девяносто пять десять девяносто восемь девяносто восемь. В завершении. Телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173 и вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите онлайн. Тройнайдаблью репортер73.тв Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова